Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 221 серию. Добро пожаловать! Так, Глория у нас идет лепить чего-нибудь из пластилина, чего-нибудь из куска глины, потому что ей нужно вдохновение. Боже, ей еще нужно выпить какое-то лекарство. Давайте мы что-нибудь купим, а то совсем уже заболела наша девчонка, покрылась какими-то непонятными пятнами. Так, давайте другие варианты заказать. Нам нужно заказать лекарство для нашей Глории. Давайте сразу несколько закажем баночек, потому что все равно кто-нибудь вскоре заболеет, такого быть не может. Так, я думаю, одной баночки для нашей Глории хватит и пусть подойдет ее и выпьет. Надеюсь, никто больше мешать ей не будет. Так, проснулся Дастин. Дастин, как у тебя дела? А, Дастин, у тебя отлично... Господи, какой Дастин? Даррен. У Даррен дела отлично. Он сразу же побежал ломать домики. Но, слава богу, плакать теперь некому, потому что детей у нас маленьких нет. Это, конечно, плохо, потому что я люблю, когда дома маленькие детишки. Ну, вот сейчас у нас четвертое поколение подросло. Вот. И ломает домики. Зачем ты это делаешь? Вот ты где-то ненавистник такой. Иди сейчас и все это быстренько почини. В общем, давайте мы попытаемся о нашей Глории... Ой, что ты... Господи, ну это пальтишко, конечно, вообще супер. Так выглядит. Оно как бы вроде как издалека. И так вот, если смотреть, то прикольно. А так вот сбоку и блестит здесь что-то не очень, конечно, хорошо. Я думаю, что мод на зиму у меня простоит до Нового года. А потом я его все-таки уберу, потому что мод мне очень на зиму нравится. А одежда какая-то, честно говоря, не очень. Все-таки, не знаю, я не встречала еще таких допов, чтобы не уступали одежде разработчиков. Бог его знает. Может быть, просто не то я качала. Ну, вот это пальтишко, оно вроде как вот издалека очень красивое. А как сядет симка, так вообще что-то страшное. Так, все, она выпила лекарства, вылечилась. И я хочу ей вдохновение, но у нее, блин, возбуждение. И, видимо, вдохновение... В школу они идут уже. Ну, ладно, пусть отправляется в школу. А куда же идешь ты? А ты идешь скорбеть. Не надо нам скорбеть. Иди просто, я не знаю, потанцуй, что ли. Вот. И сегодня в этой серии я хочу, чтобы Шарлоточка вместе с Андре наконец-то отправились в одно место. Только пусть они пусть переоденутся, чтобы пижамки наша Шарлоточка не шла. Боже мой, она в этой пижамке была еще когда... Была совсем подростком. Я вообще пижамы не меняю симом, чтобы... Ну, если одеваю в подростковом возрасте, то они в этой пижаме и ходят до конца жизни. Это вообще так прикольно. Смотрите, она подростком ходила в этой пижамке. И сейчас уже бабушка тоже в этой пижамке. Ну, какая бы хорошая пижамка ни была, нам ее нужно снять, чтобы одеть что-то потеплее и отправиться. Давай, это твой муж помоет. Макс у нас с радостью все это вымоет. И пусть они вдвоем наконец-то отправятся в одно место, куда давно ее уже зовет Шарлоточка, чтобы Андреа не так печалилась из-за смерти Блейка, чтобы вообще вспомнили они свои старые времена. И я хочу, чтобы они отправились в Силвен Глейд. Здесь есть такое замечательное дерево. И куда бы нам пойти? Кто у нас здесь живет? А что здесь никто не живет? Да, в этом домике, кстати, по-моему, никто не проживает. В этом домике Макс жил. Точно, здесь жил Макс. Блин, надо будет кого-то потом сюда поселить. А давайте мы сейчас проведаем, типа, в гости сходим к Миранде. Не знаю, зачем, но просто сходим к ней в гости, спросим, как у нее дела. Ну, как, зачем? Если вы помните, то у ее мамы там была какая-то ситуация, когда ее муж Майкл умер, то Ирме пришлось как-то вообще без денег. Они жили, и у них в доме ничего не было. В доме было пусто. И тогда Бурухтан помог. И как бы, ну, это все Шарлоточка организовала. Вот, если вы там смотрели какую-то серию, уже не помню. Вот, в общем, все у них теперь хорошо. У них дом хороший. И я думаю, что Шарлотта просто решила пойти и проведать Миранду, узнать, как она тут поживает. Потому что Миранда подросток. И она живет здесь одна, потому что родители ее уже умерли. Вот, и подростки могут жить... Блин, она в школу, ребят, пошла. Да, она ушла в школу. В общем, вот это их домик. Ну, в общем, да, пришла Шарлоточка проведать Миранду. Но, оказывается, Миранда в школе. Ну, в общем, Шарлотта ей записочку оставила. И они с Андрея решили пройтись, прогуляться. Боже мой, дерево все... Все такое лысое. Давайте пусть подойдут сюда девчонки наши. Да, времена меняются. Стареют наши симы. И дерево тоже немножко постарело. В общем, когда-то давно, когда были подростками Шарлотта и Андрея, они у нас ходили в это дерево. Ой, к нему уже, по-моему, все открыто. Да, открыт сюда вход. Давайте, зайдет сюда Шарлоточка. А Андрея, конечно же, будет стоять рядышком. И говорит, что давай выбирай правильные ответы. Хотя ответы уже выбирать не надо, потому что... Потому что мы уже давно открыли вход в Силван Глейд. В общем, они решили сюда сходить вновь, чтобы вспомнить свои старые времена. Это Маркос, что ли? Да, я Маркос, видите, сдалека узнаю. Да, я всех почти сдалека узнаю. В общем, они у нас сейчас отправятся и немножко там половят рыбу. Потому что, да, мы хотим, чтобы Шарлотта отправилась в Силван Глейд. Потому что именно здесь они поймали Жрульку. То есть, Жрульку поймала Шарлотта. Но Шарлотта, она сама не ходила в Силван Глейд. Она, конечно же, шла всегда со своей подружкой Андре. Так как они всегда были вместе. И я думаю, что вместе они всегда будут. Блин, ребята, в Силван Глейд-то зима. А я не знала. Я думала, что вот в этих вот секретных локациях на них мод не распространяется. А оказывается, распространяется. И здесь тоже снег. Давайте я немножко отдалю. Я, как вы знаете, камерой нифига управлять не умею. Но вот насколько умею, покажу вам. Да, оказывается, здесь тоже снег. Здесь тоже холодно. Видите, все меняются. Не только симы стареют, взрослеют. Но даже меняются секретные локации. Но радуга неизменно. Короче, вот такой теперь красивый Силван Глейд. От того, что здесь зима, он не менее красив. И даже имеет какой-то свой шарм. Так, ну что, девчонки, вы тут воду поизучали. Андре не может понять. Рыба хватает все подряд. Главное, чтобы подороже. Давайте будем ловить с наживкой. О, на камушек подловит у нас Андреа. А шарлоточка будет ловить на ромашку. Ой, смотрите, сколько у нее всего много. Блин, я даже не знаю, на что нам ловить. Давайте на цветок, может быть, с клыками. Давайте на цветок с клыками. Так как он, скорее всего, самый дорогой. А нам написали, что рыба клюет на все, лишь бы подороже. В общем, не зря я сюда наших девчонок отправила. Потому что именно здесь они поймали жрульку. Давайте я уберу пламбок с шарлоточки. На кого-то другого переключусь. Да, именно здесь они выловили жрульку. Жрульку выловила шарлоточка. Но Андреа была с ней рядышком. И тоже пыталась поймать жрульку. И, в общем, они всегда были вдвоем. И я скажу вам так. Они всегда были и будут вместе. Вот, это я к тому, что сразу хочу сказать, что когда придет время им умирать, я не буду просить смерть дать второй шанс. Это, наверное, будет, может быть, единственный случай исключения, когда не буду я просить дать второй шанс. Не потому что я девчонок не люблю и хочу, чтобы они побыстрее умерли. Нет. Просто, допустим, вот шарлоточки дадут второй шанс, а Андреа потом не дадут. И как же, получается, шарлотта умрет, а Андреа останется. Или наоборот. Потому что я не думаю, что смерть нам одновременно даст обеим девчонкам второй шанс. Они, скорее всего, умирать будут в один и тот же момент. Потому что они родились в одно и то же время. Поэтому я считаю, что раз они уже вдвоем пришли к нам в династию, то пусть вдвоем и уходят. Ну, не хочу, чтобы они были по раздельности. Я думаю, что будет очень тяжело шарлотте, если как бы она останется, Андреа умрет или наоборот. Поэтому вот сразу предупредила, что... Ой, боже мой, у меня тут упала бутылка с водой. Надеюсь, не сильно слышно было. В общем, так что, ребят, да, не будем и просить у смерти второй шанс. Потому что я не хочу, чтобы они были по разне. Раз они пришли вместе, пусть идут тогда и в загробный мир вместе. И пусть приходят к нам в качестве привидений тоже вместе. Будем их очень ждать. Но вообще, пока об этом говорить рано. Потому что им еще до смерти ого-го-го-го. Они совсем недавно у нас стали бабушками. Притом к такими классными бабушками. И не скажут, что они бабульки. Я вот думала им все-таки сделать волосы седыми. Потому что так они будут, правда, на бабулек похожи. Точно вот, да, наверное, надо им волосы перекрасить. А то все у нас крашеные, я не знаю. Надо перекрасить. Пусть они, правда, будут настоящими бабушками. В общем, после этой рыбалки нужно им волосы перекрасить. И пусть ходят у нас такие престаревшие бабульки. Говорят о своих детях. Блин, когда они были здесь в последний раз, они обе были подростками. А сейчас уже дети Шарлотты подростки. А дочка Андрея вообще уже взрослая. Ну, не взрослая, а молодая. То есть, видите, как быстро бежит время. Что просто невероятно. Так, девчонки, а вы хоть что-то поймали? Так, Андрея поймала форель. Шарлотта ловит ягоду жвачного растения. Шарлотта, ты поймала, я не знаю, родственника жрульки. Я не знаю, брата или сестру жрульки. Прикольно. Смотрите, как вообще судьба повторяется. Они вновь сюда пришли и вновь поймала Шарлотта жрульку. А Андрея вечно ловит какую-то тину и фигню. Вот какой прикол. Ну, я думаю, что мы здесь долго оставаться не будем. Тем более, серия это всего лишь опять на 15 минут. Потому что вы знаете, что я сейчас в отпуске. И там, где в отеле, где я нахожусь, интернет очень слабый. Поэтому на 30 минут серию, на 25 минут он будет грузить больше, чем сутки. А это очень долго. Поэтому я буду писать по 15 минут серию. Блин! Шарлотта ловит еще одну ягоду. Капец какой-то. Что-то у нас сегодня урожай на жрулик. Кошмар! Она выловила две жрульки. Ничего себе! Она вырастила. Выловила две жрульки. Интересно, здесь жрульку посадить можно? Нельзя. Я бы тут посадила жрульку. В память о нашей Шарлоточке. Интересно, а вообще где-нибудь можно на общественном участке? Поймана новая рыба. Посмотрите в дневнике. Шарлотт, ну ты даешь. Давайте мы посмотрим, что тут за рыба. Тетра, бойцовская рыба, телепия, форель, зубчатый морской окунь, радужная рыба. Это все, что у нас поймала Шарлоточка. Шарлоттик, тебе нужно было быть вообще рыбаком. Да, но, к сожалению, она не выполнила свою мечту жизни. Серийный романтик, хотя осталось совсем чуть-чуть. Она бы ее полностью выполнила. Но она, в общем, влюбилась так в Макса, что не стала до конца выполнять свою жизненную цель. И, в общем, выполнила ее на процентов 99. Остался один шаг и все. Ну, ребят, давайте я переключусь все-таки на кого-то из наших домашних, потому что хватит им уже здесь находиться и переместимся в нашу семейку. Мы вернулись домой. Домой, ребята, я совсем забыла. Сегодня же Даррен на день рождения. Его этот день рождения нужно было еще в прошлой серии отметить. Даррен тут уже думает, что когда вы уже, я не знаю, тортик мне спечете и так далее. Ему, правда, пора давно взрослеть. И что-то я про это забыла. Но сейчас мы это все дело исправим. Давайте мы быстренько организуем общественные мероприятия. Смотрите, какой он сердит от того, что с днем рождения не получается. И все родственники забыли. Ну, в общем, Юля забыла. Я хочу, чтобы мы отметили этот день в кругу семьи, без всяких романтических отношений, чтобы не случилось ничего плохого. Никто кого там не увидел. Давайте посмотрим, кого знает наш Даррен. Кого он может пригласить? Ну, честно говоря, я не знаю даже, кого ему приглашать. Кокошу, что ли? Можно пригласить Кокошу и Зуби-Зуба. Ой, кстати, они опять имена свои утратили. У них же имена были, что-то сейчас уже нет. Ладно, давайте пусть Даррен, раз родственники не хотят этот день. Ой, смотрите, какая урна. Показалось, показалось, что урна просто огромная. Она просто находится рядышком. Слишком близко, а Даррен далеко. Давайте мы организуем общественное мероприятие и устроим наш день рождения. Давай, Даррен, звони и говори. У меня день рождения, все родственники забыли. Говорит, это вообще не дело. Быстренько заказывай, в общем, арендую я наше место. Хэппи-безды, там, где мы обычно празднуем дни рождения. И смотрите, слушайте, а я не знала. Капец какой-то. Уже дополнение вышло недели две, наверное. Неделю, ну, недели полторы. Не знаю, сколько, как давно вышло дополнение. Но мне кажется, что уже давно. А я и не знала, что новая вечеринка есть. Вот так. Ладненько, ребят, давайте мы устроим день рождения. Потому что вечеринка с танцами это круто. И нужно будет как-нибудь ее устроить. Но сегодня Даррену пора взрослеть. Престижное событие. А, пикник. Блин, ну где? Подождите, что-то я не вижу. Вот, день рождения. И, кстати, я хочу убрать... А как их убрать-то? Давайте вот так, наверное. О, просто. Потому что я не хочу, чтобы нам давали всякие там задания. Вот, а так нам нужно будет выполнять задания. А я все-таки не хочу на это тратить время. И давайте организаторами будут все наши стыки Ленбурги. А вот в гости мы пригласим, конечно же, выборочно. Давайте мы пригласим девчонок. Хотя вот Миранда, она племянница Лилии. Поэтому может ей рассказать. Поэтому лучше не надо. Или, может быть... А что она будет рассказывать? Ничего. Просто ударно был день рождения. Но он, правда, не пригласил Лилии. Ну, там, наверное, были какие-то причины. Давайте мы до Джареда позовем. Никаких романтических отношений. Лилии и Амелию мы звать не будем. Позовем Элис. Позовем Карлоса. Давайте Луизу позовем. Блин, сейчас нам на всех мест не хватит. Трейси и Пейджи и Ульфа обязательно позовем. Потому что они родственники. Так же, как и Хейли. Викторию звать не будем. Позовем Дейзи. И сейчас уже, наверное, мест нам не хватит. Позовем Эрику, Джилл и Кена. Ребята, мы всех можем позвать. Это просто супер. Давайте Юлиану еще позовем. Кого мы можем еще позвать? Блин, по-моему, всех мы позвали, да? Всех наших знакомых. Отлично. Нам даже на всех хватило мест. Всех же позвали? Да, позвали всех. Отлично. И исполнитель. Ну, я не знаю. Давайте вот Антона Мухина наймем. Вроде бы, не знаю. Наверное, будет хорошая музыка. Так, бармена мы не будем заменять своим традициям. Кстати, ребят, скорее всего, я Кая женю на Дейзи. Потому что, ну, не знаю. Я думала, думала, пора ему уже жениться. Давно пора. Он взрослый уже давно. Как и Даррен. Он возрастом, как и Даррен. Только он не пил зелья омоложения. Поэтому, блин, он вообще, наверное, скоро постареет. В общем, Дейзи, в общем, я ему в невесты приготовила. И специалист по кейтерингу. Эрика у нас в гостях. Поэтому давайте наймем другого специалиста. И будем надеяться, что это будет ни в коем случае не Амелия, не Лили и не Виктория. И отправимся мы в нашу... В нашу... В наше любимое место. Блин, еще найти... Блин, ребята, 15 минут серии. Капец какой-то. Как же быстро бежит время. Ладненько, тогда сейчас я найду все-таки это место. Почему я не могу найти нашу резиденцию? Или как это называется? Наше место, где мы отмечаем наши дни рождения. Честно говоря, я не знаю почему, но этого места нет. Ладно, ребят, в любом случае я буду тогда прощаться. Потому что иначе эта серия у меня не загрузится. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.